Гнев над демонов тоже является формой преданного служения. Вот из-за того, что, например, невинные люди, они просто страдают, только у них мать смотрит, вот этот дом боящий, да, участок. Что, что смотрит? Ну, ящик. А. И там показывают, например, в связи с этим конфликтом, что там люди просто как бы их убивают, как бы, и она плачет от себя. Это нормальное правильное сострадание. Когда мы видим проявление на практике демонической философии, то любой человек с нормальным сознанием, он адекватно реагирует. Когда правопада видел, как там бедные дети в Калькутте роются в каких-то там мусорных свалках, выискивают там пищу, дерутся с собаками за этот какой-нибудь там кусок, у него тоже слез на глаза. Это нормальное проявление сознания человека. В одном из комментариев правопада говорит, что святой человек смотрит на все, что происходит в этом мире с горечью и печалью. То есть он не смотрит, а типа там демоны несчастные, это ваша карма, ну и все, да. То есть почему пришел Господь читания, коруна аватара, то есть воплощение милости? То есть он мог бы сказать, как Кришна, ну это ваша карма, все, кальюга, получайте вообще, я здесь при чем? Да вы сами все это устроили, я вам дал все в лучшем виде, вы все это испортили, я здесь при чем? Да, но его милость превосходит нашу дурную карму, поэтому он приходит в ужасные условия и самым недостойным дает высшее. То есть вот в этом положении Бога. Точно так же люди с возвышенным мышлением, они не могут спокойно на все эти вещи смотреть. То есть люди с каким-то таким, знаете, буддистским мышлением, отстраненным, они могут вот сказать, ну ладно, это карма, все, там, хоть ты помри, хоть что с тобой. А человек с таким, с позитивным духовным мышлением, не имперсоналист, преданный, вот он по-другому эти вещи воспринимает. И он понимает, что да, эти люди заслужили это своей кармой, но его милость превосходит их карму, поэтому он протягивает им руку милости, руку с просадом, с какой-то милостью дает им. То есть это нормальное мышление, это нормальное отношение, даже если человек ничего не может дать, по меньшей мере он это воспринимает, он чувствует страдание другого как свое. Это сострадание, вот это признаки, по меньшей мере, человеческого сознания, может быть даже человек еще не в полной мере предан, но он сострадает, он готов помочь. То есть это уже в нем проявляется уже качество благости, желание помогать другим, это качество благости, изгуны благости, желание помогать другим. Или сострадание по отношению к другим.